Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 3 октября 2020 года, и я продолжаю масочную тему, нашу любимую масочную тему. И такое небольшое видео, видео-зарисовка с вопросом к вам. Давайте обсудим этот момент. Вот, помните, недавно у меня на канале, а именно 15 сентября, было видео НОС потребителя, главная опасность вируса. Ну, об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она там пишется как руководитель, и мы знаем, что Роспотребнадзор – это коммерсанты, это не государственная структура, коммерсанты, у которых учредителем является Российская Федерация, а у Российской Федерации там что-то 997 учредителей. Ну, дело не в этом сейчас, дело не в этом, но этот Рос, тот самый Роспотребнадзор, который всех кошмарит, который всех штрафует, хотя на официальных сайтах он отбрехивается и говорит, «Не-не-не-не-не, мы вообще никого не трогаем, у нас только рекомендации». Но, тем не менее, по фактам люди все боятся и запуганы через эти СМИ, что Роспотребнадзор всех кошмарит, и, собственно говоря, нужно соблюдать масочный режим, ходить в этих масках. И об этом говорит сама госпожа Попова, хотя мы здесь видим, что она находится без маски, то есть она сама не соблюдает масочный режим, болеет она ковидом или не болеет, переболела она или нет, неизвестно, но, видимо, не болела, не было такой информации. Давайте еще раз вспомним, что она здесь говорит. «Надо всем соблюдать масочный режим, и привитым, и непривитым, и переболевшим, и непереболевшим». «И привитым, и непривитым, и переболевшим, и непереболевшим». Но сама госпожа Попова не соблюдает масочный режим. Она сама нарушает правила, которые сама же и устанавливает. Соответственно, госпожа Попова, глава Роспотребнадзора и компания Роспотребнадзора должны оштрафовать на миллионы гражданку Анну Попову за несоблюдение масочного режима. Я правильно понимаю ситуацию? Давайте дальше еще послушаем, вспомним, что там было интересного. У нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Вот наше наблюдение сегодня, по-моему, до 48 дня в Российской Федерации. А за рубежом есть до 90 дней человек, который уже нет симптомов, который чувствует себя прекрасно. У него нет клиники, у него прекрасная кровь, все показатели. Но вирус из носа он выделяет. Все показатели прекрасные. Он может не болеть, но он может выделять вирус из носа. Мало того, он может бессимптомно переполеть, как выяснилось. Он может даже не знать, что он переболел. Поэтому он может выделять вирус 90 дней. Может быть, и Попова сама на ногах как-то перенесла, и понятия не имеет, что она переболела. Потому что тесты могут не показать, как выясняется, ничего. Но человек может быть носителем вот этого вируса и заражать других. Соответственно, в данный момент Анна Попова, когда она там сидит, она опасна для окружающих, потому что она находится без маски, без перчаток, насколько я понимаю. Давайте посмотрим немножко на нашего мэра, и что он нам говорит. Ну, Собянин попросил, попросил, видите, попросил москвичей соблюдать масочный режим. Они всех просят, а потом через СМИ орут, что мы вас всех на куски порежем, если вы не будете соблюдать масочный режим, не будете ходить в этих масках, дышать углекислым газом, и мы вас будем штрафовать на миллионы рублей. Правда? Правда. То есть я ведь ничего не выдумываю. Это так и есть? Это так и есть. Так, хорошо, давайте посмотрим блок его. Да, вот сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный режим, масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. Написал Собянин. Вот, это Москва, Рио. Ну, за что купила, за то и продаю. Правильно? Вот он показывает. Но мы сами видим, без перчаток и без маски. То есть гражданин Собянин вовсю нарушает масочно-перчаточный режим и совершенно плюет на указания мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Он просто игнорирует вообще. Вот ни во что вообще просто не ставит этого мэра. И вообще сказал бы, шел бы он вообще лесом этот мэр. Я не буду соблюдать. Я вот такой протестный, я вот без масочек. Я вот на мордник не одену, сказал Сергей Семенович. Давайте еще раз проверим. Может, я что-то не так поняла. Что-то где-то у меня тут еще было. Что-то где-то. А, вот. Вот у меня тут еще интересное. Давайте вот это посмотрим. Это свеженькое. Это Москва-24 у нас тут. И это свеженькое источник эфира. Вот он прям 0, 1, 10, 20, 20, 17, 59. Вот он пришел тут сюда куда-то в центр. И мы как видим, что все сотрудники находятся в масках. А Сергей Семенович, гражданин Сергей Семенович, он находится без маски. Он совершенно игнорирует указы мэра, указы Роспотребнадзора. Просто вообще плюет на все это дело. Я вообще не знаю, как они пропустили этого человека сюда, там, что-то говорить у микрофона. Они нарушили все предписания. Их надо штрафовать просто моментально. За это на миллионы рублей. Потому что они вводят людей в заблуждение. Они сами, значит, людей чморят, а пропускают втихую, значит, по блату, наверное, как-то. Может, он им взятку дал, что вот они его допустили сюда без маски и перчаток. Давайте послушаем. И большому сожалению, они переносят болезнь гораздо тяжелее, чем молодые люди. Поэтому в этот период надо как можно... Я поняла, что он без маски, правильно? Мне ничего не кажется. Может быть, маска есть, но такая... Может быть, она прозрачная какая-то. Мне кажется, все-таки, что здесь нет... На лице этого человека нету маски. Тщательно оберечь себя. Как можно тщательно. Я вас... Ну вот ему предложили. Вот человек выступает без маски. Его запустили. Он сейчас перезаражает всех вот этих девушек хороших, которые вот носят маски. А он, может быть, там бессимптомно на ногах перенес, и нос сейчас выделяет вирус. Ну, папа уже сказал, что нос выделяет вирус. И никаких вообще ничего не покажут. И, соответственно, что это будет? Вот я теперь вижу, кто у нас распространяет вирус. Очень прошу. Что я вижу, что происходит. Так, хорошо. Теперь посмотрим, что нам скажет. Вот еще у нас есть дама одна интересная. Вот эта вот дама. Давайте ее послушаем. Сегодня по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Так, значит, несоблюдение масочного режима. Вот кто является причиной заражения. Вот что сказала вот эта дама, которая похожа на Татьяну Голикову, да, там вроде правительства в РФ. РФ мы помним, что это юридическая контора, у которой есть 997 учредителей, которые находятся, по всей видимости, за рубежом. То есть это не государство, это коммерсанты. Но в данном случае они беспокоятся о здоровье населения. И вот она здесь сообщила причину, вот теперь-то мы точно знаем причину, откуда он появляется. И кто распространяет коронавирус? Это люди, которые не носят масок, ребята. Ну вот они, в общем-то, они сами себя высекли, получается. Они не носят ни перчаток, они не носят ни масок. Они вообще игнорируют все указания Роспотребнадзора. Все указания по распространению коронавируса. Их всех надо штрафовать на миллионы и миллионы рублей. Причем они это говорят с телевизора. Представьте, в телевизор это все идет, и люди слушают. И они видят вот эту причину распространения. Это те, кто не носит маски. Но уже вот они, вот они кто этим занимается. Это кто распространяет вирус у нас, оказывается. Я думаю так, или может быть я ошибаюсь. Как вы думаете, дорогие зрители? С вами была Галина Конышева. Надеюсь, я вам подняла настроение. Всех вам благ.